Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Надя Ермакова сообщила поклонникам проекта приятные новости. Она написала, теперь ты можешь сказать все, что думаешь по ситуациям Дома-2, лично в глаза участнику. Ток-шоу будет сниматься со зрителями. Съемки не оплачиваются, ждем зрителей на ток-шоу. Коля Должанский проводил свою любимую русичку Мишину в Москву, на поляну Дома-2. Она решила покинуть Сейшельские острова. Мы больше не вместе, пишет Колян. Нам так и не удалось реанимировать наши прежние близкие отношения. Видимо, именно так и заканчивается любовь. Семен Фролов объявил конкурс. Хочу объявить чемпионат Семена Фролова по частушкам на тему любви и Дом-2, а также конкурс с шаржей и коллажей на эту же тему. С призами пока не определился. За Семеном сейчас ухаживает Женя Перец, она устроила для него романтическое свидание и даже сочинила стихотворение по этому поводу. Страсти на проекте разгораются, Семен Фролов мне очень нравится. На свидание парнишку пригласила, на сеновале молоком его я угостила. Саша Харитонова рассказала, что от Марины Африкантовой ей поступило невероятное предложение. Только что Марина предложила мне третьей заселиться к ним. Андрей Чуев всеми руками поддержал эту идею, ведь он уже давно не скрывает, что рассматривает меня как девушку. Я же пока молчу и ничего не отвечаю. Поклонники проекта продолжают наблюдать за ушедшим с Дома-2 Ильей Ебаровым. Как вы помните, он отправился с туром по российским городам. Билеты на его выступление стоят от 800 рублей и они очень плохо раскупаются. Так на концерт в Казани продано всего 5 билетов, а на концерт в Екатеринбурге 2 билета. Антифанаты Ильи ликуют. Они пишут, и те 5 билетов, наверное, родственники купили. Егор Халявин, бывший парень Марины Африкантовой, опубликовал на своей странице открытку, адресованную Марине, и подписал ее «Ты навсегда в моем сердце». Видимо, он тоскует по тем временам, когда они были вместе. Сергей и Даша Пынцери рассказали, какое имя они хотят дать своему новорожденному сыну. «Мы с Сережей решили назвать сына по святкам», рассказывает Даша в интервью. На 15 мая это Егор, Борис, Глеб, Михаил и Давид. Больше всего мне нравится последнее имя. Да, оно не русское, а древнееврейское, но я считаю, если нравится, не нужно обращать на это внимание. К тому же Давид – очень необычное имя, в этом тоже его плюс. Ну а пока они не совсем уверены в своем выборе и зовут сына просто Сергеич. Либерш к подону рассказала о своем новом молодом человеке. Он родом из Чечни. «Я в шоке от силы характера», – пишет Либерш. «Что с этим характером делать? Он мне нравится, но ближе, чем подержать руку, не подпускаю. Боюсь и не понимаю его». Бывшая участница проекта Юля Исаева попала в психиатрическую больницу. Юля написала «У меня случился нервный срыв и на этом фоне расстройство личности. Депрессия копилась не один месяц, и вот прорвало». Перед тем, как попасть в больницу, девушка опубликовала этот снимок, чем очень взволновала своих подписчиков. Бывшая участница проекта Диана Чепизубова опровергла гуляющие в сети слухи о своем возвращении. «Друзья, непонятные слухи о том, что я возвращаюсь на проект – ложь. У нас все и так хорошо. Если где и увидите меня, то на других каналах в качестве актрисы русского кино». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!